Всем здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Дмитрий, а вы на канале «Опомнишь», на котором мы вместе вспоминаем старые, но интересные мультфильмы, фильмы, сериалы и игры из нашего с вами детства и юности. Ну а в этом видео мы вспомним мультсериал, в котором мир людей тесно был связан с мультяшным миром. Но для начала я предлагаю вам подписаться на мой канал и поставить палец вверх, если вы тоже смотрели этот мультсериал. Ну что, начнем? А помнишь был мультсериал? Чокнутый Чокнутый – это комедийный мультсериал, созданный компанией Disney, который впервые выходил в Америке на канале Disney Channel с 1993 по 1995 год. В России трансляцией сериала занимался канал РТР с 1995 по 1996 год. Позже еще мультсериал выходил на канале СТС. Главные действующие персонажи – это, конечно же, сам Чокнутый, антропомортная рыжая мультяшная рысь, бывшая мультипликационная звезда, а ныне полицейский. Счастливчик Пикель – серьезный детектив полиции, которому не нравится ни Чокнутый, не его методы работы. Ну и Миранда Райт. В нескольких эпизодах она становилась напарником Чокнутого за место счастливчика. Ну а теперь рассмотрим сюжет. Люди и мультипликационные персонажи живут вместе бок о бок. Бывшая звезда экранов – мультперсонаж Чокнутый, который был уволен за низкие рейтинги шоу, в котором он был главной звездой, придя расстроенным поздно вечером в парк, сам того не понимая как, спасая другую мультипликационную знаменитость Дональда Дака от грабителя, не без помощи, конечно, счастливчика, который на тот момент совершал патруль. Из-за поднятого ажиотажа в СМИ, шеф полиции Леонард Канивки предлагает Чокнутому работу в полиции, и тот соглашается с превеликим удовольствием. Так он и становится стажером у мрачного, и ненавидящего мультяшек Счастливчика Пикеля. Спустя 44 серии Счастливчика переводят в Вашингтон работать агентом ФБР. Ну а вместо его, Чокнутый, становится напарником сержанта Миранды Райт. Многие считают, что изначально мультсериал был задуман как анимационная версия фильма, кто подставил кролика Роджера. Но из-за проблем с авторскими правами решено было поменять название персонажей. Даже в российской википедии это описано. Но это не так. В интервью 2008 года один из создателей сериала Грег Вайсман, который позже был уволен, скоро расскажу почему, опроверг все слухи. Он ответил, что мультсериал никогда не планировался быть мультадаптацией известного фильма, но однако Чокнутый был действительно вдохновлен кроликом Роджером. Да и сама идея мультсериала взята из этого фильма. Изначально мультсериал планировали сделать немного по-другому. Напарником Чокнутого с первой серии была бы Миранда Райт. Над этими сериями работал Грег Вайсман, который является одним из создателей мультсериала Гаргулье, видео по которым я уже делал, можете посмотреть кто не видел. Вайсман сделал так, что постепенно отношения Чокнутого и Миранды перерастают во что-то большее, чем просто друзья. Предварительный показ первых 9 эпизодов по ТВ не принес ожидаемых результатов. В связи с этим было решено полностью уволить команду сценаристов вместе с Грегом Вайсманом. После террористического акта в Оклахома Сити 1995 года в Америке эпизоды 17 и 31 были запрещены к показу из-за упоминания терроризма и взрывов в сериях. В России же серии были показаны. По мультсериалу было выпущено 3 игры для домашних консолей. Первая это Бонкес 1994 года для Супер Ниндендо. Вторая Бонкес 1995 года для Sega Genesis и Mega Drive, но совершенно с другим сюжетом и геймплеем. Ну а третья это Бонкес в Оксап, того же 1995 года для платформ Sega Game Gear и Мастер Систем. Чокнутого увольняют с шоу через Бонкес, в котором он главный герой. Такое шоу существовало на самом деле и Чокнутый был главным действующим персонажем. Оно было частью передачи Raftune Edge, в котором были задействованы различные мультипликационные знаменитости, которых также можно встретить и в этом мультсериале. Мне мультсериал нравился в первую очередь из-за огромной порции юмора, когда напарником Чокнутого был еще счастливчик. Существуют еще мелкие факты о мультсериале, но я нашел и отобрал для вас самые интересные. Ну а на этом у меня все. Поддержите мой канал подпиской и мы вместе вспомним еще огромное количество интересных мультфильмов, фильмов, сериалов и игр из нашего с вами детства и юности. Всего вам доброго и до встречи!